Правую руку, так, и сюда, и вот так. Историческая память должна жить. Филиал Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов привез экспонаты в детский центр «Орленок». Программа «Сталинградский ветер» была подготовлена специально для орлят. Ребята из разных лагерей изучают фотографии, документальные кадры, газеты и предметы периода Второй мировой войны. И немецко-фашистские захватчики так этот участок взять и не смогли. Сотрудники музея показывают авторские фильмы, снятые в современном городе-герое Волгоград. По следам мест войны и документальным кадрам специалисты собрали полную картину Сталинградской битвы. Фильмы, которые очень четко показывают бои, подвиг наших прадедов, да, уже прадедов, они яркие. Это реальные киносъемки, это фильмы тех времен 40-х годов, они все-таки все равно передают атмосферу, но они черно-белые кадры. И цветные кадры, это уже вот наши ребята-реконструкторы. Для меня документальные кадры, они объясняют всю историю, то есть как она была в настоящем. То есть в фильмах могут, например, что-нибудь приврать, а в документальных прям там все по полочкам разложено и сразу все понятно становится. Это немецкий пулемет МГ-42. После просмотра фильма ребята посещают выставочную экспозицию. На площадке Орлята не только глазами изучают экспонаты, но и могут прикоснуться к истории Великой Отечественной войны. Вместе с этими экспонатами проходит память сквозь года и будущее поколение. Они будут знать это не только на рассказах, не только по слухам, но будут видеть своими глазами, будут смотреть, как это все тяжело было. И то, что это, правда, были тяжелые времена и страшные времена. Война началась на рассвете, чтоб больше народу убить. Спали родители, спали их дети, когда стали им бомбить. На сцене спектакль Теркин в Сталинграде с участием одного актера. В основе моноспектакля – произведение Александра Твардовского и Василия Теркина. Это памятная работа, написанная во время Великой Отечественной войны. В этом году книги о бойце исполняются 80 лет. На Центре режиссуры и актерского мастерства Волгоградского государственного института искусств и культуры Геннадий Веденеев написал стихотворение. На это его вдохновила поэма. Сколько Теркиных погибло, сколько Васей полегло, Тех могил уже не видно, внуки выросли давно. Наши деды и прадеды в тех могилочках лежат, Отвели от нас все беды, с нами в песни говорят. Подлинные предметы времен исторических событий – это часть нашей жизни, в которой хранится память о нашем прошлом. Уже начали переписывать историю, то мы там уже какие-то плохие, нехорошие. И надо сохранять, чтобы следующие поколения знали, что наши прадеды воевали за свободу. Ксения Учкова, Дим Моисеев, Дмитрий Гришин, телеканал Орленок ТВ. Специально для рубрики «Орленок о важном». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова